Всем привет на моем канале, и сегодня я вам покажу очень сильную ловушку, с помощью которой вы сможете удивить своего соперника. А также вы сможете эту ловушку применять в своих партиях и победить очень много сильных шахматистов, даже которые сильнее вас прямо в начале партии. Итак, мы играем за черных, белый начинает партии ходом Е4, далее мы отвечаем Е5. Конь Ф3 напали на пешку, конь С6 защистили. И тут белый играет Д4, шотландская партия. Черный забирает ЕД, далее конь Д4, и черный играет слон С5. Напали на коня своим конем и слоном, а защищает только ферзь. Из-за этого белые отступили конем на Б3, и одновременно напали на слона на С5. Черные увели своего слона на Б6, белые вывели коня, видим то, что белые вводят свои фигуры. Ну и черные тоже вводят, они играют конь Ф6 и хотят в дальнейшем напасть на пешку на Е4. Допустим, сделать рокировку, ладью поставить на Е8, ну и напасть на пешку на Е4. Но это уже дальнейший план. Белый играет слон Ж5, связали коня, черный играет Т6, напали на слона. Ну и в этой позиции белый не забирает слона в 6, а отходит слоном на Е4, чтобы до сих пор сохранять эту неприятную, очень неприятную связку для черных. Далее черный играет Д6, хотят вывести выгрузу своего слона также. Белый играет А4, хотят дальше сыграть А5, ну и этот ход будет очень сильным, а также белые смогут выиграть черного слона. Дело в том, что слоном на С5 не очень хорошо идти, потому что белый смогут забрать конем, ну и у белых будет преимущество двух слонов. На Д4 нельзя идти, потому что просто конь Д4, ну и белый остается с лишним слоном. На Е3, само собой нельзя, просто ФЕ последует, ну и, как видите, то есть опять это очень неприятная угроза. Из-за этого далее черный играет конь Е4, ну и никак не реагирует на этот ход, и жертвует ФЕРЗЯ на Д8. Такие варианты есть у белых. Если они заберут слон Д8, это я покажу дальше. Допустим, они не забирают, играют конь Е4, то мы остаемся с лишней пешкой, потому что мы забираем ФЕРЗЯ на Д4. Вот, напали на коня, а также после того, как конь, допустим, отступит на С3, просто можем забрать ФЕРЗЯ в Д2, это будет шах и мат. Ну или даже защититься как-то от мата, все равно, вообще защититься от мата, да, конь Ж3 может сыграть, все равно мы видим то, что у нас позиции более лучшие, более открытые все фигуры, а также у нас лишняя пешка. Из-за этого после хода конь Е4 мы видим то, что не забирать ФЕРЗЯ, это опять же тоже не очень хорошо. Ну а если белый забирает слон Д8, то мы играем слона в Д2 шах. На Д2 нельзя из-за коня, приходится идти на Е2, далее черный играет слон Ж4, делает шах, опять же единственное поле это Д3, далее черный играет конь Е5, делает шах, единственный ход у белого короля это забрать король Е4, далее Ф5 шах, ну и какие варианты есть у белого короля. Допустим, если в этой позиции уйти на Д5, то мы просто играем лазья Д8, ну и неважно как сыграет белый, допустим, Х3, мы играем король Е7, отнимаем еще одно поле у белого короля, ну и после взятия мы просто играем С6, шах и мат. А если после хода Ф5 шах, уйти король Ф4, ну какие варианты есть, даже можно включить стокфиш, показывает то, что мы можем сыграть конь Ж6, это просто будет шах и мат, реально некуда идти, на Е3 и на Ж3 тоже нельзя, на Ж5 нельзя из-за пешки, на Е5 нельзя из-за пешки, забирать слона либо же пешку тоже нельзя, ну и некуда отходить, это шах и мат. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал за такую классную ловушку, обязательно применяйте ее и вы сможете выиграть очень много сильных шахматистов. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!